Всем привет и добро пожаловать на канал Плэйтхо! Мы с вами продолжаем прохождение Firecast Frontier И начнем эту серию чуть ли не со смертельного номера Дело в том, что я хочу полностью перелопатить наше поле, где мы выращиваем разнообразные культуры И сделать его больше, и сделать его более грамотным в плане охраны Мне действительно надоело, что к нам постоянно приходят вот такие олени и разнообразные утилени Ну, в кавычках, естественно, пожирают наши урожаи И мы не получаем очень большой процент по пище Сейчас здесь все сделаем, сейчас все подготовим А вот что касается смертельности, дело в том, что у нас не так много пищи Передача у нас еще большое количество пропадет на складах А следующий год мы, соответственно, с вами проведем полностью в работах То есть у нас с вами здесь поле ничего не будет приносить Очень сильно надеюсь на наших рыбаков и собирателей И также очень надеюсь на ваши лайки И то, что вы хотя бы минут 15 реального времени будете сидеть с крестиками на руках Будете молиться, будете болеть за нас Хотя я понимаю, что тут идет ролик в записи По-любому у нас либо что-то получится, либо нет Но, поверьте, это как-то все равно должно помочь и сыграть свою роль А еще давайте, да, перед тем, как будем делать поле Подстрахуемся едой такой, как рыба Значит, где у нас находится это производство пищи Нас интересует рыбацкая хижина У нас сейчас две хижины работают Но они у нас еще висят с производством и неким дебафом на 30% Но зато они находятся очень близко по отношению к городу Давайте поставим, наверное, еще две хижины Уже на отдалении Но, чтобы компенсировать тот дебаф Как раз-таки найдем чего-нибудь с плюс 20, плюс 30, плюс 40, если есть Значит, здесь десятка у нас, двадцатка А здесь, походу, у нас... А, вот здесь у нас есть тридцатка, да? Плюс 30% А поближе, что нет ничего Конечно, понятно, что здесь рыбы На бесконечное количество хижин нам не хватит Но, я думаю, хотя бы 2-3 еще точно у нас должно будет здесь установиться А, слушайте, у нас здесь тридцатка есть А вот здесь, если поближе где-нибудь... Нет, здесь тридцаток у нас нигде нет Только 10 и 20 Ладно, значит, оставим здесь тебя Будет первая хижина И еще одну возведем где-нибудь уже с этой стороны Здесь у нас тоже по десятке идет А, вот тут у нас есть тридцатка А 40 есть? Нет, 40 на... Оооо, даже 70 есть Но это прям совсем далеко Хм... И нам здесь не поставить Кусты мешают Да и, в принципе, сам по себе ландшафт Не, ну мы теоретически, конечно, можем его выровнять Но стоит ли таких заморочек там ради 10% Ладно, давайте, наверное, пока вот так как-нибудь тебя установим сейчас 60... Да, 60% получается это максимум, да? То, что мы сейчас можем получить с этой локации Все, устанавливаем здесь Дорогу, значит, мы, естественно, туда также выведем В придачу, наверное, также еще протянем вот отсюда У нас такая будет главная идти И здесь мы будем ставить с вами заборы Будем ставить вышки И разные другие какие-то наблюдательные пункты Все-таки у нас игра здесь не только про наблюдение, созидание и создание Здесь еще очень большой фактор деструктива То есть мы с вами будем ждать нападения Мы будем с вами ждать другие какие-то, не знаю, группировки Которые к нам могут приходить Надо к этому быть готовыми Дальше, значит, эту мы с вами дорогу протянули Давайте еще возьмем отсюда, центральную кидем Она у нас пойдет, допустим, вот здесь, да? Без всяких искажений Прямо ровненько Вот сюда сейчас тебя и Пришпандорим Во, шикарно Это у нас есть Теперь нас еще интересует Вот эта территория Значит, мы это сделаем, наверное, таким образом Что отсюда пустим Длинную дорогу Стоп, а почему она у нас здесь не затягивается? Я хотел тебя ровно Интересно Девки пляшут Здесь что-то мешает А что здесь мешает? Здесь мешает кусочек дороги Стоп, а мы же к нему подсоединились Разве нет? Я не могу понять, что здесь нарисовано у нас Здесь, по-моему, пусто А вот здесь А здесь дорога прокладывается Значит, подождите У нас здесь идет один блок Мы к нему соединились А с этого блока мы Соединяемся А мы не соединяемся никак уже, да? Ну-ка, если вот так это сделать У нас тут какие-то, походу, деревья мешают, да? Отсюда Слушайте, а он прямо целиком не хочет идти А вот здесь А вот здесь хочет Ладно, давайте тогда сделаем тогда в каком формате Пока Ну, а после уже Подредактируем с помощью Кого? Естественно, наших Лесорубов Дальше, значит, отсюда Это мы тоже сделаем соединение И к нашей хижине Также выведем, наверное, куда-нибудь вот сюда По поводу общей нашей территории Значит, раз есть разговоры за забором И все остальное, наверное, где-нибудь вот отсюда Мы с вами будем возводить уже Оборону И то же самое, наверное, касается этой стороны Где-нибудь Ну, вот отсюда То есть это у нас хижина будет находиться за пределами Внутри у нас будет город Какие-то производства будут находиться уже далее Дальше сделаем окантовку вокруг горы И, наверное, тоже заберем еще и вот эту гору Ну, посмотрим уже, как будут развиваться события Пока так чисто мое предположение Вот И Уже будем отталкиваться, да От самой поступающей информации Дальше, значит Что мы с вами делаем Это мы установили Чтобы нам как-то можно было поднять уровень Вот этих домов У них не хватает У них всего, кстати, хватает Не хватает только бонуса привлекательности Нужно на тридцаткой Для того, чтобы дома начали модифицироваться Мы сейчас с вами поступим вот таким образом У нас здесь стоит коптильня Она как раз-таки мешает Она дает дебаф на два дома Давайте мы ее тогда перенесем Куда-нибудь Так, куда-нибудь Ну, куда-нибудь вот сюда мы ее поставим Здесь это не принципиально Как раз в каких-то домов она не дотягивается Только надо будет Нам с вами здесь Тогда сейчас сделать новую дорогу Она сейчас доходит Отсюда, да, доходит Также спасибо большое За то, что обратили мое внимание В комментариях, да Вы писали, что я не увидел И поставил кожевню прямо напротив домов Она дает сильный дебаф Да, я когда начал ставить домик лучников Поставил лавку сапожников Я как-то даже не увидел Этот символ Где у нас по производству Сейчас посмотрим Ресурсы Да, у нас как раз, как видите Здесь аж целых привлекательности Две галочки А все остальные у нас Не дают дебафа Поэтому я как-то Не обратил на это внимание Но ничего страшного Вы у меня есть Как говорится Два глаза хорошо А несколько тысяч Это еще лучше Особенно если они Не на одном человеке находятся В общем Кожевню давайте мы отсюда переносим И перенесем ее с вами куда Ну давайте Куда они, наверное, вот сюда Куда подальше, да Как говорится На возвышенность Здесь поставим тебя Чтоб ты никому не мешал Единственное, что я не могу понять Где у тебя вход А, вход у тебя Ну вот такой вот У тебя будет вход Кардинально другой Естественно Не забываем про дороги Сейчас мы это все дело соединим Как-нибудь Вот так вот, да Здесь, наверное, пока не будем трогать Потому что здесь у нас идет Железная жила Мы здесь будем добывать труду Ой, кстати, смотрите У нас на кладбище цветочки Начали возрасти Прорастать Когда, по-моему, первые были захоронения Цветочки, если не ошибаюсь Вроде как у нас не появлялись, да Также параллельно Мы с вами должны будем еще Сделать лагерь рабочих До сих пор что-то его не достроили Но я надеюсь на то, что сейчас Наши ребятки соберут Нужное количество ресурсов Кусты, ягоды, камни мы убираем Деревья, все, что тут вообще есть Давайте сразу же ставим под сруб Ммм, молодая поросль, конечно Прямо совсем молодняк На одну древесину нам вывалит она А все остальные две Это чаще дает Хотя как-то такая себе чаще, да Две единицы А большое дерево Во, смотрите Клен дает семь единиц Ну, в общем, да Нам все равно древесина нужна сейчас Будем ее делать Точнее, будем ее добывать Также давайте еще на это Как поступлю С этой стороны я сделал небольшую окантовочку Вокруг нашего Домика лекаря Да, который прямо Там даже не лекарь А просто Великая женщина Беттани Мы с вами уже как раз-таки про это Говорили в прошлой серии Она наша просто целительница Она просто наш дар и спасение Также, значит Пока там это все дело возводится Я, наверное, начну потихонечку Удалять поля Мы его отсюда полностью сейчас Ликвидируем И еще удалить Надо будет нам вот эти Заборы По поводу территории и поля Думаю, наверное, сделаем Сколько? Давайте раза в два, наверное, Увеличим Раза в три, наверное, Это я в начале серии загнул Почему? Потому что Получается у нас было Полторы тысячи часов, да Соответственно, в два раза Это мы где-то выйдем В районе трех тысяч часов Ну, там плюс-минус А пять тысяч часов рабочих ставить Это, конечно, будет невыносимо долго Наверное, мы этот момент Будем уже как-то увеличивать На соседних полях На других А это сделаем Ну, в таком формате Производство пищи Поле Значит Так, стоп Знаете, что я хочу проверить У нас получается хижина Охотника Производство пищи Две клетки, да Значит, тогда мы берем поле Вот отсюда И у нас оно было На тысяча пятьсот Вот такое Да А мы сделаем тебя Мы сделаем тебя Давайте сделаем такое На три тысячи часов Ровно как раз Да И плодородность хорошая Урожай будет от пятьсот шестидесяти единиц До полторы тысячи Да Вот такое количество Меня полностью устраивает Далее Нас сейчас интересуют Не украшения Нет, вообще не они Нас интересуют ограды Продлим ее Вот сюда Первую Вторую мы выводим Уже куда-нибудь Да, почему она не цепляется Зараза А, там уже Извините Там у нас веревка есть Поэтому Отбой Дальше Соединим тебя здесь Хочу поставить Сразу же Здесь производство пищи Боже, у меня игра На одну вторую Стоит Извините Я все забываю Что кнопка один Это полное вырезание По скорости Возвращаемся Возвращаемся к нашей Значит хижине Поставим ее рядышком Где-нибудь Вот здесь Как раз Она будет Видите Охватывать Весь наш Точнее Все наше поле Далее Нас интересуют Стены И у нас Сколько там было Клеток На старте Три по-моему Идут ворота Если не ошибаюсь Ну и мы Сделаем тогда Три Почему бы и нет Во И чтобы было Прямо все по красоте Давайте еще Дорожку Здесь вот такую Не совсем ровную Но зато прямо К центру ее Выведи И что касается Дополнительных Значит с вами Строительств Это у нас будет Наблюдательная вышка Наблюдательные вышки Позволяют защищать Окрестности от врагов На вышках должны Находиться стражники С такой удобной точки Они наносят Повышенный урон Вот есть ли смысл Ее сейчас здесь ставить Вот вопрос Значит по поводу Вот этих символов Которые у нас загораются Это дистанция И бой по атаке Которые у нас Соответственно Будут наносить Лучники Ладно Давайте Тогда мы с вами сделаем Наверное У тебя где-нибудь Вот здесь В центре Единственное Что она стоит денег А мы еще деньги Не особо зарабатываем Налоги платят Но не так Как мне хотелось бы Конечно мы это будем Увеличивать Но мы еще параллельно Выйдем с вами в торговлю Поэтому Поэтому это вопрос Только времени Что у нас здесь произошло А замерзл Да Ладно Значит что у нас По свободным местам У нас с вами Сейчас есть У нас с вами есть дома Да У нас еще есть пять Я не знаю как назвать Пять свободных мест Пять комнат Да Наверное Довком Вот можно даже Как-то это В формате Называть и обзывать То есть для пяти человек У нас еще есть жилье А Даже так вот Да Это у нас как раз Дома на отшибе Находятся Для тех кто рядышком И работает Но мне сейчас еще Очень хотелось бы поставить И ускорить производство Данные хижины Ой Слушайте А что у нас там Луки загорелись У нас там вообще Производство их идет Мне нужен общий склад Сейчас он обновит Так Значит у нас с вами идет Пять луков Есть У нас есть еще один меч И у нас идет Триста сорок стрел Но производство Здесь у нас Нормальное Мы даже сделаем Вот в таком вот Формате Увеличим И скорость И вообще Приоритет На самом Изготовлении Так же значит Что я хотел бы сделать Я хотел бы Боже я так всего хочу Сделать много Людей так мало Да Я хочу Наверное Начать улучшать Потихонечку дороги Я тут еще За кадром Долго так сидел Смотрел На наш Центральный променад Где люди гуляют Где вот Все так красиво Тут устроено Думал Может быть его как-то Переделать И сделать Может более широкую Получить Или какой-то Сделать центральный парк Сад Но потом подумал Что наверное В этом никакого смысла нет Оставим Как раз Наверное В таком вот формате То есть С таким Декором С таким украшением Поднимем привлекательность По этой территории Задублируем Все это снизу Ну а здесь Уже будем Какую-то делать Такую вот Интересную Привлекательную зону Для всех вообще То есть Будет у нас И украшение И что-то еще По производству И по каким-то Другим вещам Которые будут давать Блага нашим Жителям Но вот именно Дороги И вот такие вот Объекты Я наверное все таки Переделывать Не стану Дублировать сейчас Тоже мы не будем Потому что Это нам все Упирается в денежки И как мы с вами помним У нас идут украшения За Золото Да Парки идут по Двадцатке Кстати хотя смотрите У нас парк получается Двадцатку Идет И он точно такой же Единственное Что я до сих пор Не понял Как вот делать ротацию Ротацию Тех картинок Того визуала Который нам предлагает игра То есть если я сейчас поставлю Допустим такой парк То следующий может начнется И будет выглядеть Совершенно иначе Вот как у нас это было сделано Вот здесь Но надеюсь Как то все таки С этим мы разберемся Но в следующем случае Как в том же самом Оно или других Подобных играх Ротация здесь такая Вообще не работает И по комбинациям кнопок То же самое Ладно Слегка негодой Но ничего страшного С этим мы разберемся Ну и давайте Ладно пока Как проект поставлю А дальше уже будем Это все дело Подготавливать Что у нас там по Нашим хижинам Ну у нас дерева не хватает Да У нас не хватает дерева Пока ребята прокладывают дороги Древесину нарубили Но еще никто не успевает отнести А давайте посмотрим Что у нас по жителям У нас 11 человек рабочих Строителей 3 Ну наверное Их удалять не имеет Никакого смысла А Кстати А у нас здесь одна работает А здесь Тоже одна И здесь одна У нас доски идут У нас дрова идут Как-то Урезать производство Дров Я не стану Потому что Зимы Вообще-то они у нас Лютые Они бывают еще и С бурей Мы с вами тоже убедились Поэтому идет повышенное Потребление И как-то содержать Просто на балансе Одну единую цифру Не хочется О Налог собран Шикарно Как вовремя Как раз Кинопарк нам хватит Да Но сейчас даже не до парка Сейчас больше вот Такой вот нас интересует Ой Давайте наверное еще По вышке посмотрим Десятка туда требуется Но ее уже занесли Осталось камней И немножечко Кого там немножечко И немножечко Древесины Да А еще слушайте Парки Точно В общем У нас здесь идет сбор глины Мы с вами думали Что оставим его Но Вот этот пятачок Да Где у нас идет Добыча этого ресурса Но я забыл Что у нас есть еще вторая рядом Поэтому пока Как мне кажется Не имеет никакого смысла Просто ждать И чтобы пропадала Вот эта земля Давайте поставим Здесь как раз таки Наши кого Наши Груши А не Сто перцы Мы посадили Да Наши груши Они у нас сентябрь-октябрь У нас здесь сколько по клеткам А Слушайте У нас здесь все идеально Как раз как мы с вами рассчитали По Две единицы На каждое дерево Правильно Да Значит Добавляем тебя сюда Не будем здесь очень много высаживать Они будут идти вровень С теми же самыми деревьями Которые у нас были Просто плюс Шесть Шесть деревьев С новой Культурой Да Дальше Значит Что у нас здесь идет по Часам Три триста Суммарно у нас вышло Да уж Только скажешь Да уж Прямо Это Я думаю Ребятки И этот год И следующий Нам придется Придется есть травку Короче Да Но я очень Пытаюсь Надеюсь На наших рыбаков Очень надеюсь Что будет Достаточно Количества Пищи А еще Наверное Знаете Как мы с вами поступим У нас Не хватает На полное Производство По всем Нашим коптильням Так что Чтобы здесь Никто у нас не работал Я Просто возьму И удалю Допустим Вот Наверное Тебя Именно удалю Во-первых И Ресурсы какие-то вернутся И человек будет свободен Я не хочу его Останавливать Именно как объект Я хочу полностью От него Избавиться Меня это Устраивает И мне это Подходит Что у нас там По нашей хижине Ё-моё Одна древесинка Осталась Ну как-нибудь Откуда-нибудь Ну-ка верните-то Уже ее По добыче Но ресурсов Пока у нас здесь С едой Проблема У нас Начало Весны Ранняя весна Следовательно У нас здесь Нету ровным счетом Ни хренашеньки Но это вопрос Время Слушай Сколько древесин Они нарубили Вот просто Хватит рубить Вот возьмите И вот сразу Относите сюда У нас будет Плюс одна хижина Причем кстати Уже сколько там Некое количество Возвели Уже срубы стоят Осталось дальше Все дело Приумножать По поводу А кстати Еще важная точка Точно Я совсем забыл У нас с вами Уже открылась Возможность Ставить пасеки На привлекательность Никак не влияет Но пасека Она у нас будет Делать мед И она нам будет Давать по сути Мед автономно То есть мы его Можем поставить Где нибудь Около садов Но как вы видите Здесь у нас бонус 60% А здесь у нас около домов 75% А давайте вот здесь А стоп Блин у меня родилась Охрененная идея У меня родилась Просто охрененная идея Кстати кто то любит Вообще мед Вот мед так таковой Я не очень люблю Только если Разве что Гречичный А вот А вот соты Прямо Соты и забрус Это прям Очень вкусно Значит Знаете как мы с вами сделаем Мы удалим Отсюда Заборы Вы же подумали о том же О чем и я Да по любому У нас с большинством Зрителей У меня точнее С большинством зрителей Прямо Синхрон И Точная координация И идентичность По всем действиям И мышлениям Сейчас мы это удаляем Одну Вторую Третью То же самое Сделаем Вот здесь Сейчас я вам Кое что покажу Я тут кое что придумал Я не знаю конечно Сработает это или нет Но однако Мы с вами Заодно Проверим Но надеюсь что да Сколько кстати мы тут Деревесины получаем Деревесины Единицы Да Окей Удаляем Одну вторую Третью И последнюю Тоже нам здесь Больше не надо О Слушайте У нас как раз Здесь уже и Лагерь рабочих построен Я его специально Здесь рядышком Та поставил Чтобы можно было Максимально быстро Переносить ресурсы И сразу они Оказывались в городе Следующую точку Мы куда-нибудь подальше Оттащим Здесь у нас работает Два человека Зона вашей работы Будет у нас Находиться Так А где она будет Находиться Давайте будет Находиться Где-нибудь вот здесь Значит по добыче Состояние Соотношение Точнее ресурсов Один к одному То есть Один раз они идут За деревом Один раз за камнем Если камни Если камни Есть Естественно Здесь показывается Общее количество На складе Все это будет Забираться Но я надеюсь Что прирост Как раз таки По ресурсам Пойдет Быстрый И шустрый Возвращаемся К нашим Задачам Значит Меня сейчас Интересует Декор А именно Куст У нас как раз Есть кусты Здесь которые Идут без золота Без денег Они слегка Понимают Привлекательность И я хочу Поставить вас Вот здесь Видите Они выглядят Прямо как Полноценное Садоводство А если мы сделаем Рядом пасеку То будет ли это Как-то влиять На процент Ну понятно Что привлекательность Уже поднимается Да Будет ли влиять На процент Получения Продукта То есть меда Сота Что там еще Ну-ка Зараза Смотрите Видите Не то подходит Все вообще не то А если мы тебя Вот сюда перенесем Отсюда Ой да Кстати Давайте мы вот такие Наверное заберем А здесь сделаем Просто единичные клумбы Это мы отсюда забираем Нас еще интересуешь Ты Вот здесь И Ты А замеченные налетчики Потрясающе Блин Только заговорили Про это И сразу же Они оказались Ни хрена себе Там такая толпа идет Ё-моё Так Быстренько Быстренько Собираемся все вместе У нас они нападают На что Они нападают На хранилище еды Все у кого Что-то есть Палки Мечи Ох ты Ни хрена себе Вот это был Сквозной Хэдшот Куда ты побежала Жопошник Стоять С сумками Засмотри Знаете что Мне это напоминает Гоинг медивил Ну кто играл Кто смотрел Прохождение на канале Принцип Точно такой же Слушай а что Они все Засали что ли Действительно Пришли по пенале Никого Не убили Слава тебе Господи Давайте Наши ведьмаки Просто с мечами Там кто-то с луком Все жители Ломанулись Ну кто-нибудь У кого там лук то есть Ну пульните Вот в этого Пожалуйста Ну хоть как-нибудь Хоть кто-нибудь Или А у них стрелы Закончились Мое Ну ладно Тогда все Расходимся По своим делам По своим задачам Свалило То есть получается Они у нас нападают Сверху Значит у нас Там где-то будет Кто-то Жить Мм Хм Ну я тебя понял Что там По нападению Ребятки Все Расходимся Бой окончен Поля Сами себя Не подготовят Деревья Сами себя Не срубят Все Все побежали С тележками Кто с чем Вот это называется Сплотились Вы гляньте Только появилась Какая-то маленькая проблема Сразу же Все побежали Атаковать У кого ножи У кого палки К сожалению Мы пока Никакое оружие Кроме как Луки не делаем А луки не могут Спользовать далеко не все Так что Пришлось Ближний бой Выходить Значит На поселение Был совершен налет Число налетчиков Шесть Убито налетчиков Два Убитых поселенцев Ноль Уничтожный построек Тоже ноль Украдено предметов 356 единиц Копченого мяса И 114 копченой рыбы Нихрена себе Слушай Все таки они успели То есть они прибежали Захватили Товар какой-то Да И свалили обратно То есть они даже Не стали уходить вглубь А вышку Которую мы с вами Стали устанавливать Она у нас еще Не готова Ну кто был Ну Кто знал Что так произойдет Нападение прямо сейчас К этому нельзя Видите быть готовым Поэтому У нас об этом Никто не сообщает Так что Ну Главное справились Все окей Что у нас здесь по добыче Камень пошел Все остальное тоже Также у нас еще появилось О 8 человек Да конечно я готов их принять А вы где у нас Вы у нас Вы у нас Вы у нас Вот бежите Шикардос Единственное что На всех Не хватает домов Давайте Это поставим Раз у нас Сейчас будет Много рук Добавим дополнительно Несколько домиков Где нибудь Наверное Вот здесь И вот здесь Это сделаем Также Выведем сюда Какую нибудь Центральную улицу А еще Мы вроде Сами смотрели Но у нас Получается Вот здесь Никак не возвести дом Да А мы тогда Сделаем Знаете как А мы тогда А мы тогда Наверх Нам его не вывести Здесь у нас Выход только На центральную дорогу Хм Ну теоретически Теоретически Конечно мы можем Сделать Такой еще Дополнительный Здесь переход К этому А здесь мы можем Выровнять землю Правильно Да Давайте так и сделаем Нас интересует Какой пятачок Нас интересует А нас интересует Вот этот кусочек земли Сколько часов Уйдет 56 То есть они придут сюда Либо подгонят землю Под верхний склон Либо под нижний То есть она Будет ровненькая С каким-то перепадом Либо здесь Либо здесь Ну посмотрим уже Для нас это сейчас не важно Главное чтобы Можно было поставить дом И у нас А он не дотягивается Да нам потребуется Надо еще один рынок Возвести Ну как раз Где-нибудь сбоку Здесь его и И поставим Ну главное пока что У нас сейчас есть Все для Все по ресурсам У нас дерево Смотрите как хорошо пошло Как раз таки отсюда Сделают Ну большие Быстрые заготовки И сразу Это все уходит у нас На склад И на производство Что у нас здесь По строительству Если построить школу Ваше поселение Будет выгодно Выделяться Среди остальных В школе Люди могут Получить образование Чтобы более эффективно Справляться с работой А еще школа Привлекает поселение Образованных жителей Я не против Но я не успею У меня нет столько Ресурсов На Ну просто Сходу Чтобы все Все дело сделать А вот еда Для нас сейчас Будет Очень важна И Нужна А что она здесь валяется А у нас здесь Лежат Груши Целая корзинка Груш К сожалению Никто еще ее Не подобрал Но надеюсь Кто-нибудь придет И заберет Дороги Значит что по поводу Дорог Будем естественно Сразу заниматься Модификацией центра У нас здесь Идет улучшение Грунтовой дороги Так этот модуль За сколько идет Этот за двадцатку Этот за пятнадцать Этот за двадцать камней По грунтовым дорогам Люди передвигаются быстрее Стоимость указана За каждые сто метров То есть у нас получается Здесь идет Дорога Господи Мне ее не подцепить никак Вот Получается мы За эту стоимость Получим сто метров И плюс Нам еще потребуется Отдельный кусок Точно так же здесь Подготовить и сделать А тут у нас Поскольку по три По четыре камня Ну у нас камень не идет Хорошая добыча пошла У нас и доски в принципе Пошли И бревна пошли Люди есть Так что Производство потихонечку У нас налаживается Единственное что у нас до сих пор Не налажено строительство Двух очень важных объектов Но я думаю Мы сейчас этот вопрос Быстро Закроем Деревья Посадили Ну да Такие мелкие Даже еще года не прошло Рядышком у нас Яблони Потихонечку набирают Свой оборот И у нас здесь еще есть Персики Да Слушайте у нас получается Здесь в этом году будет хороший урожай Прямо будет отличный урожай Посмотрим сколько корзинок Соберут За год За прошлый У нас получается Было собрано 53 единицы фруктов Они нужны еще Тем более ЦНГ Сами помните Это проблема С ней надо будет Бороться И Надо будет ее решать Ну вроде как Потихонечку Мы с вами тут все Восстанавливаем Но все таки Для меня сейчас основа Это вот Две с половиной тысячи часов Еще осталось Охренеть Просто охренеть А здесь уже выровняли А слушайте Ну они быстро здесь пришли Все подогнали Они получается ее Выровняли Ближе к нижнему склону Значит мы теперь Можно поставить здесь жилье И оно у нас будет Оно у нас будет Вот сюда наверное Смотреть Да Также сделаем дорогу Центральную А сверху Мы это все дело Задекорируем Таким небольшим лесочком Да То есть вот этот холм Вот эту возвышенность Мы с вами трогать И Как-то Извинять не станем Что у нас здесь По производству Угу Ну дороги еще Еще в пути Зона рыбалки Да К сожалению сейчас Пока она на нуле Посмотрим Как у нас будет Она суммарно работать Когда придет человек Ага Вот Пополнение запасом Жилища произошло Вода подъехала Соответственно Будем рыбачить А наша проблема сейчас Это нехватка жилья Которую мы Я думаю С вами решим Что по поводу Переноса Ага Они поставили Значит возвращаемся К нашим Ресурсам И посмотрим Будет ли нам давать Пасека Бонус От этих цветков Здесь у нас какие-то Ну это прям такие Полноценные грядки Да По факту 72% А вот здесь Без них у нас 80% Нет Ну это наверное Все зависит от того Что как раз Здесь идет Слияние Территорий Вероятнее всего Да Это раз А почему у нас Не так ровно Здесь сделано Как Соседние территории А Ну у нас Как раз Как это просто Дело что Дома перевернуты Я понял Здесь мы дорогу Под рынок выводили Все 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 Вопросов больше нет Ну давайте так Хорошо Поставим туда Плюс Одну пасеку Вот здесь У нас будет Да Одну мы с вами Сделаем вот здесь 68 71 Угу Сделаем ее С этой стороны И плюс еще Сделаем пасеку Наверное Е А Слушайте Они кстати друг другу Не мешают Вообще не мешают Так что Пускай тогда будет Две пасеки Думаю пока Нам этого будет достаточно А дальше уже Какой-нибудь по цвету Можно будет вывести Даже можно еще Одну будет поставить Где-нибудь вот здесь Недалеко От наших деревьев От наших полей Это будет Ну максимально правильно Как мне кажется Вот интересный вопрос Дерево-то удалят Это или нет Ну надеюсь Что это никак Не повлияет Но пасеку сбоку Вот здесь Я маленькую сделаю Да Вне зависимости От всего Даже пофиг На бонус Производство В деревне Родился ребенок Это хорошо Что у нас по домам 64-64 То есть по сути Мы с вами Возвели Нужное количество Домов Осталось только Это все дело Немножечко замножить Надеюсь У нас здесь тоже Все уже построили Раз Два Вторая Плюс 30% У нас стоит Да Рыба пошла Ну Что могу сказать Классно Зелень портится Так Ладно А если мы с вами Сейчас займемся Модификацией Вот этой дороги 100 метров А здесь сразу 100 метров Мне кажется Здесь у нас больше Он по-любому Наверное сейчас Обрежет какой-то кусок Ладно Мы сделаем вот таким образом Сюда заложим Часть И заложим сюда Часть Хотя нет Смотрите Он целиком Походу Все захватил Да Сайт функции Апгрейдинга К сожалению На нее нам никак не повесить Приоритетную работу А у нас еще здесь Вышка не готова Также поставим До приоритет Тем более У людей сейчас Столок много Рук и ног хватает Для того чтобы Все могли добраться И сделать все Что требуется Эти заборчики Мы оставляем То есть у нас будет Окантовка по Обе стороны поселения Ну а вот здесь Надо бы конечно Дальше Цветник возводить А кстати Слушайте По поводу цветника Давайте-ка Наверное к нему Тоже параллельно Я вернусь Это у нас идет В украшениях Вот такие вот Мы клумбы поставим С вами Прямо как Около нашего Этого самого Домика лекаря Да Раз два Три Четыре Главное что На привлекательность Это у нас и влияет Тем более Это А стоп 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 Это у нас за деньги Отбой Что-то прямо Не так Я и не туда Посмотрел Мы удаляем Нам нужны Другие блоки Которые идут Только за ресурсы Вот эти Вот они Слушайте Вот они никак не меняются Я не понимаю принцип их Вот вообще не понимаю принцип Видите Появляются грядки Сейчас вот эти Ну хорошо Они нам тоже нужны Поэтому пускай Возводятся Вот здесь С этой стороны А остальные Ну-ка Следующая будет Сетка идти Да у нас Она мне не нужна Вот Вот такая мне нужна Вот раз Два Опять пошли Не идти Эти мы удаляем Стопудово Как-то наверное Можно делать Эту ротацию Но блин Я слепой крот Поэтому я этого не вижу Вот она еще одна Эти мы удаляем Ну пускай Хотя бы да Это доделают Потому что все остальное Как дерево-то пошло Да И обратите внимание У нас хоть еще И потихонечку Начинают упадать Точнее убывать Дрова Надо добавить Плюс одного человека Сюда Надо чтобы Сюда все было На хорошем Балансе По строительству вышки Как дела у нас обстоят Ну ее уже просто Возводят И на полях У нас осталось Тысяча Семьсот Часов По Наблюдению У нас получается Сверху они приходят Да Ну пускай у нас Пока здесь будет Одна женщина Луки есть Стрелы есть Сейчас мы проверим На складе Как дела обстоят Четыреста Пять Да У нас ресурсы Как раз Обновились Нам нужна Вот эта кижина В приоритете Параллельно Добавляем ее Да А еще Давайте Вот мы с вами Что сделаем Так Мне это не нужно Мне нужно Стены Господи Нет Не здесь Находится Защита Сделаем Блядельную вышку Раз они сверху приходят Значит Есть вероятность Что они могут Зайти где-нибудь Вот отсюда Сделаем Дополнительное Укрепление Где-нибудь Допустим Вот здесь А что Оу 10% Прямо Маленький А вот Здесь А вот Здесь Прямо Хорошая Открытая Территория Для Выстрелов Да Мы ее Поставим Здесь Как раз Какая-то территория У нас Никак не Используется Ну максимум Поставим Небольшое Производство Либо Какое-то Украшение А вышка Будет Контролировать Весь Центр Она Контролирует Дома И почти Доходит До Складов Надо будет Еще Одно Доводить Вот сюда Но пока Мы поставим Тебя Раз И И все Пока что Да Раз и два Больше Возводить Не станем Также Чтобы они Понимали Что это Важнее Чем Дороги Ставим Для вас Приоритет Что по Модификациям Таскают Потихонечку И знаете Что нам Будет Сделать Нам Надо С вами Будет Поставить Производство Одежды То есть Нам Надо Будет Сделать Какое-то Маленькое Поле Где Мы Будем Выращивать Лен И Рядом Будет Кацкая Фабрика Сразу Производить Летнюю Одежду Потому Что У большинства Наших Жителей Она Заканчивается Зато Зимние Вообще Проблем Нет То есть Они все Лето Бегают В дубленках У нас Уже Осень Лето И Они все Бегают В шубах Потому Что Не Переодеться Нечего Нечего Надеть На этот вопрос Будет Порешать Хотя Мы С вами Производили Небольшое Количество Кстати Слушайте А сколько У нас Собрано Суммарно А Это У нас Было На Третьем Сезоне К сожалению До него Мы не Дошли Получается Удалили Поле Следовательно Лен Не успели Собрать Угу Зато Собрали Гороха И Капусты Ну И пока Больше Не буду Трогать Наших Ребят Оставляем Это Уже Для нормального Выполнения То И так У них Задача Стоит Целая Куча Не успевают Здесь Наверное Даже Знаете Что Имеет Смысл Сделать Это Добавить Плюс Еще Одно А Хотя Нет Всего Лишь Девять Собирателей Нет Трогать Не буду Что С пасекой У нас Доски Остались Но доски У нас Идут В хорошем Объеме И это С учетом Того Что У нас Всего Лишь По Одному Человеку Работает Сейчас Посмотрим Как будет Подниматься Процент 24 Здесь У нас Ближайшие О 27 То есть Когда возведут Как раз Такие Уточные Дороги Здесь Какие-то Грядки Еще Добавятся То и Процент Возрастет И дом Пойдет В модификацию У нас Сейчас Наверху Стоит Авто Улучшение Построек В правом Верхнем Углу Видите Написано Оно Включено То есть Как только Будет хватать Ресурсов Они Будут Подниматься По уровню Главное Этот уровень Поддерживать Иначе Дома Могут Быстро Опустить Они Покинут Эти районы Скажут Блин Мы пришли Сюда Одно А как-то Райончик Не развивается Поднем Мы дальше Но Святого места Пусто не бывает Обязательно Найдется Тот Кто захочет Здесь У нас Жить Мне Главное Еще Параллельно Также Здесь Центр Подбить Под Один общий Стиль Но Это Это Уже Не сложно Это мы С вами Обязательно Сделаем Что у нас Здесь Еще По Всем Нашим Производствам Значит Это мы Перетащили Дороги Возвели Пища Будет Портиться Какое-то Количество Ну а Все остальное У нас Сколько Осталось Часов 1400 Ну полторы тысячи В общем Еще есть И где У нас Олени Радиус Мы сейчас Выберем Посмотрим Слушайте Где-то Он здесь Их Они и будут приходить А это кто лежит Не понял Ах Господи Я думал Там человек Лежит Он его зарубил И я потом Когда буду Ролик монтировать Обязательно посмотрю Покрупнее Что там было Нарисовано Если забуду Это сделать В комментариях Напишите Кто успел Разглядеть Я вот не понял Такое ощущение Что реально Лежало Тело человека Но То что они будут Налетчиков Разбирать Этого я не знал Или это мне кажется Или мне хочется Чтобы так было В общем Надо будет перемотать Посмотреть Пожалуйста Кто-нибудь Не поленитесь Гляньте Вдруг я Ну Забуду Значит У поселенца Брюшной тиф Брюшной тиф Поражает поселенцев По имени Лораон Инфекция Возникает Из-за Нечисто плотности И Передающаяся От человека К человеку Вызывает рвоту Сыпь И лихорадку В некоторых случаях Бывает смертельно Чтобы снизить риск Вспышки Брюшного тиф Обеспечьте Домам Мылом Так Своевременно Убирайте отходы И не допускайте Роста Популяции крыс А где он находится У нас А он в больнице Уже Да у нас лежит Ну надеюсь Его там травами Все таки Успеют подлечить Вот А что касается Отходов Слушайте Ну мы вроде Все забираем А хотя нет Смотрите В домах Ну нет Ну это малое количество Там 2, 3, 4, 5 Единица Здесь уже отходов 8 Это все равно Не так много Здесь у нас Делается Смешивание Ну давайте Знаете как мы поступим Мы просто За город Выведем еще Одну постройку Которая Будет отвечать За Вот как раз Компостная яма Да Поставим Где-нибудь Вот здесь На этом перекрестке За город Ее утащим Хотя Сюда ее строить А может быть Имеет смысл Прямо тут Где-нибудь поставить Рядышком Не О Поселинец выздоровел Наша бабуля Чудотворец Все сделала Я к вам сюда Наверное Нашипова Отведу Чтобы не мешало Далеко бегать Но ничего страшного Это Я не хочу Ставить его Прямо в городе Эту компостную яму Не уперлась Она мне здесь Сюда тебя выведу Куда-нибудь Таким вот образом Сделаем Как построить Так построить Мне это Не горит пока Тем более Заболевание у нас Не пойдет В народ То есть у нас Успели вылечить Это главное А что с камнями Кстати Камни у нас Камни пока еще добываются Да То есть где-то Они их тут еще находят Хотя если честно Лично я их Вообще Не вижу От слова Совсем Ну ладно А мы еще Вот так вот сделаем Тогда Раз Два По поводу А все Да вижу Камень загорелся Камня они не могут добыть Ладно тогда Вот так вот мы сместим А еще было бы неплохо Знаете что сделать Давайте поставим По производству Еще одну Хиждену Собирателю Ну то есть Лагерь рабочих У нас он будет находиться Где-нибудь вот здесь И будет охватывать Всю вот эту территорию Здесь и камни И лес Как раз Будет давать бонус И чтобы было Прямо совсем хорошо Мы эту территорию Естественно будем С вами так же Приходовать Нам потребуется Это у нас Находится В хранилище 30 досок У нас это все есть Давайте сделаем Быков Как раз На этом перекрестке Недалеко от Нашего с вами Склада Вот здесь Прямо вплотную Его возведем И он будет Как раз Забирать Продовольствие С наших ферм С наших садов С наших Лагерей рабочих То есть камни и бревна Все в общем Что-то здесь есть У нас будет с вами Отправляться уже На склады В центр Продовольствие Продукты всякие Лежат у нас Корзинки Ну это то что мы С вами здесь складируем Пока не сверхмного У нас потому что Все используется Все идет сразу же в народ Но Но в общем живем Главное что я вот Больше всего смотрю Это на баланс пищи И до сих пор сижу На ногах у меня крестики Чтобы можно было Надеяться и верить По поводу успеха Строительства Данного поля Сейчас зима Видите настала К сожалению Они ничего сделать не могут Но Надеюсь Я реально надеюсь Зато у них есть сейчас Время спокойно Тут все Доделать и достроить Тридцатка Двадцать семь Здесь прямо можно школу поставить Единственное по поводу школы Честно Вот у меня прямо Лютые сомнения Насчет этой локации У меня два варианта Первый Значит берем школу Мы ее можем поставить Вот сюда Она прямо идеально Отписывается Как раз сбоку Может даже будет Какой-то Не знаю Какой-то декор ему бахнуть И видите охват По большому количеству зданий идет Либо перенести наоборот Больничку нашу Вот сюда А школу поставить наверх Охват домов будет меньше Но тогда будет больше охват Как раз таки у хижины лекаря Для меня это прямо Вот сейчас Такой дикий вопрос Не знаю Что вы думаете Напишите в комментариях Ну может быть Просто школа Около рынка За стенами У нас будет рынок Хотя В другой стороны Они там из окна вылезут Детишки Яблоко там возьмут С бочек Ну это так По-доброму Если опять же таки Да Не знаю Вот это прямо пока Дикое сомнение для меня Школа это Без понятия Вот не знаю Как мне ее поставить Таверну еще бы поставил Тоже хорошая привлекательность А Слушайте А давайте все таки Да Вот здесь мы с вами поставим Таверну Она прямо Около рынка Будет классно Вписываться Просто мы ее сделаем Чуть позже Потому что мы Не производим пиво У нас нету еще Мельницы Таких вот продуктов А школу Мы с вами поставим Знаете куда? Мы уберем Один дом Наверное Какой-нибудь Вот этот Да Мы его уберем Поставим где-нибудь рядышком Слушайте Ну-ка интересно Школа будет нам давать бонус А по охвату Ой Она идеально охватывает Ну кроме двух домов Тех дальних Вот здесь на углу Мы ее поставим Получается Минус два дома Зато мы охватим Вот здесь еще Несколько домов Ну Понятно что Одной школой Мы не сможем отделаться Поэтому Да Либо же Мы сделаем еще лучше Мы вот здесь Поставим школу Рядом с таверной Нет ну это бред Я нашел охраненное место Мы уберем Вот этих быков И поставим школу Вот сюда Как раз таки Она сюда идеально Впишется Напротив будет рыночек Рядом будут дома И она будет иметь Максимальный охват Кроме Не берет Под свое крыло Это вот эти два дома Вот этот И вот этот Но ничего страшного Зато здесь Какой еще радиус Снизу у нас идет О Вот это я понимаю Вот это тактика Да Значит Бычки У вас ребятки Надо отсюда А Даже так Мы тебя сейчас Перетащим Мы тебя перетащим Куда-нибудь Вот сюда Пока Пускай здесь стоит Да А сюда мы поставим Школу Все Вопрос решен О Я нас поздравляю Ребятки У нас с вами Мощенная дорога Новый ее уровень Вот это я понимаю Вот это Вот это жизнь Вот это начинается И дерева у нас Кстати Очень и очень много А что с полями то 1300 часов Ну да У нас сейчас зима О Слушайте А мы знаете что сделаем А мы вот сюда Тово в центр Поставим с вами Базар Здесь хранятся товары Предназначенные для продажи Заезжими торговцами Во Вот сюда Мы тебя как-нибудь И впендюрим Правильно Так Стоп А ты какой стороной Наставишься У тебя получается Вывеска здесь А здесь Тоже она есть Ну так ты получается Более утоплен И Как-то интереснее Выглядишь Получается Здесь две клетки И одна по бокам Идеально Вот так ты наставишь Давайте поставим базар Пускай У нас Он Будет Вышки Достроены Да у нас Эти вышки тоже готовы Люди тут у нас есть Слушайте У нас пока все вроде как Хорошо Пока вроде живем Пока все Все замечательно И здорово Немножко подальше Отъедь Вот хотя ты тут Наверное не очень-то и нужен Знаете почему Потому что у нас здесь Сбора ресурсов Откового нет Ну вот А Таскать рыбу Будто они Получается отсюда Давай-ка лучше Вот сюда тебя перекину Стой там Около дороги Приоритет Что там наших рыбаков Рыбачат Начался у нас с вами Уже восьмой год Шикарно Просто шикарно Не Мне нравится Мне нравится Как мы с вами Играем Как мы с вами Разываемся Тихонечко Не спешно Единственное что Вот конечно Набеги сейчас Получается у нас будут Происходить Было как раз Как нам сказано Чем лучше город И чем больше Интересности в нем Становится Тем он становится Более привлекательный И к нему Хотят попасть И не только те Кто здесь хочет жить Но и кто хочет Что-то ограбить Поэтому К этому надо быть Было готовым изначально Но Ну Вроде как у нас Людей много И если там будут Нападения такие же Как там сколько там Шесть Там сколько человек приходило То ну Сдюжим их Сдюжим Во всяком случае Будем верить И надеяться В лучшее Да Что по модификации Здесь требуется 20 камней А камней у нас здесь Пока к сожалению Нема Главное по идее Слушайте Ну с едой конечно У нас просто идеальный баланс Мы не уходим в минус По настроению Есть несколько людей Недовольных Они довольны А ничем Одежды Ну понятно Одежду мы решим Вопрос сразу же Как только у нас будет Готово это поле Вот сразу же после него Я думаю мы с вами Поставим вот здесь Мастерскую Давайте посмотрим По земле У нас здесь вообще Хороший кусок земли Есть для поля Это у нас Находит производство пищи А это у нас Здесь Но здесь мы к сожалению Дома удалять Точно не станем Здесь возводить Не будем Плюс еще один сад У нас здесь будет Находиться Здесь уже Дома будут И производство Предлагаю все таки Да Деньки тут Пуле возвести Где-то часов Наверное на 500 И у нас здесь Будет производиться Два года подряд Лен Потом Не знаю Будем переделать поля Наверное Либо может быть Посадим клевер И опять по новой Лен В общем придумаем И решим Сейчас ждем Когда уже построят Вот эти объекты Что там на складах У нас Ну-ка обновись А Ну он в принципе Обновился уже Да Не сразу бывает Подгружает Бывает моментально Как-то вот Странно это все работает Но Принцип ясен А у нас Что-то приносят Вообще-то эти ребятки Пасека Брюшной тип Поражает поселенность Но надеюсь Его вылечат сейчас Значит На пасеке Находятся Пчелиные ули Которые приносят мед У нас здесь идут Воск И у нас идет мед Все будет Правляться на хранилище Классно кстати Выглядит около этих самых Таких вот построечек По домам 67, 72 Места есть еще О Готово Да Значит здесь два человека Работает И как раз Пускай они забирают Камни вот эти И Древесину Дерево рядом имеется Камни тоже Как раз К рядышком есть Мы их удалим Уберем И здесь можно будет Что-то строить Сколько у нас людей О Понятно Все заняты Дела Все работают На работах А вот Таскать и убирать Очень мало Для этого людей У нас есть Прямо очень мало Шубы Давайте Наверное Сделаем Минус один Пока Поселенец Выздоровел Молодец Заборы Готовы А у тебя что По охоте По охоте У тебя Ну там Есть Замеченный Олень Но к сожалению Он пока Очень далеко Вроде Поставить новую метку Чуть дальше Сделаем Смещение А у вас Что ребят Как дела Первый у нас Находится Вот здесь О здесь кабаны У нас как раз Но их мало Видите Стрелочек Показывает На единицу Всего лишь Но это явно Лучше Чем ничего Поэтому мы Сделаем Небольшое Изменение И Коррекцию А здесь у нас А здесь у нас Пусто А наверху Тоже пусто Ну тогда Будем Множить Друг на друге Других вариантов Нет Постройка горит Что там у нас горит Загорелся дом Но рядом Колодцы есть Поэтому сейчас Должны будут Быстро потушить Он даже особо-то И не пострадает 29 29 из 30 Наверное тоже Да 29 Не хватает Буквально чуть И передачу А ну Им не хватает Типа еды Ну понятно Что у нас Нету еще Особого Большого рациона У нас только мясо Да ягоды Фрукты еще не позрели Точнее не созрели А Соответственно С полей Ничего не собираем А им нужен Больший рацион Нужен Будет Здравствуйте А у нас здесь Все готово Посмотрите Какая у нас Просто потрясающая Хижина Базар Здесь даже Логотипы Написано Что они продают Значит что у нас Тут есть А где наши торговцы Вообще А ну вот у нас Один прибыл Только один трейдер К нам приехал Или сколько Побольше Два Три Четыре Так еще одного Вижу трейдера Только двух Да Ну походу Да Единственное что Видите Они из-за горы Из-за туч Откуда-то Спускаются Только по дорогам Можно как-то Увидеть И отличить Но самое главное Да Хотя бы они К нам двигаются Значит что по торговле Давайте смотреть Что ты там нам Продаешь Поставлю игру На один Ну точнее На полторашечку Чтобы можно было На одну вторую точнее Чтобы можно было Как-то подконтролировать Это все У него У первого трейдера У нас есть 2300 монет Он у нас Готов покупать Продавать Железо Его интересует Его интересует Еще свечи Мы пока не производим Короче Чтобы вам Было проще понимать Если стрелочка Здесь горит Зеленая Туда-туда Значит показано В какую сторону Готов тот человек С нами обвиняться То есть он готов И купить И продать железную руду Если нарисована стрелочка В эту сторону То получается Он готов только покупать свечи Здесь указана цена Сколько он готов Дать за одну штуку Цена каждый раз Меняется Каждый сезон Каждый год Когда он будет приезжать Вот Дни до отправки Кстати у нас написано Прямо под его символом Написано Что через 40 дней Он отсюда уйдет Следовательно Цифры и параметры И хотелки И все что он хочет Приобрести у нас Будет каждый раз меняться То есть в один год Может быть цена Там предположим 18 золотых за единицу Да За глиняную посуду На следующий год Он может вернуться Она будет вообще единицу стоить А ты как бы загрузил целый склад И сидишь как бы просто кукуешь Поэтому Здесь Такая очень Жесткая идет экономика Никогда не знаешь Как тебе повезет Что у тебя тут вообще будет А еще добавим Наверное одного человека Дополнительно на базар Чтобы можно было Таскать ресурсы Что будем мы с вами продавать О боже А мы будем продавать Он ничего не хочет купить Что мы хотим продать Точнее у нас этого Просто тупо нет У нас этого Просто тупо нет Железо Причем кстати Это у нас Железная руда Это голая То есть она у нас Ну то есть Не переработана Это не слитки Никакие еще Это у нас он не берет Все остальное Ему вообще не интересно Сейчас В плане торговли Он готов продавать Он готов продавать Мечи кстати По 100 монет А второй трейдер Пришел у нас Да второй пришел Ой он готов Купить корзинки Смотрите Давайте мы тогда Скинем их Небольшое количество Предположим Мы переместим сюда Штучек 20 Из ивы То что мы с вами шьем Да Вот Сейчас у нас Торгаши Наши Базары Побегут на склады Будут забирать Оттуда ресурсы И носить сюда Здесь как раз таки Показано Сколько у нас суммарно На складе есть И сколько мы выставили На продажу А сколько он готов купить Дальше Шкуры мы не продаем Зимнюю одежду Давайте мы поставим Тоже на продажу Только в количестве 10 штук Да Ну хоть какое-то Небольшое количество Мы с вами получим Ботиночки мы Естественно Оставляем Дальше А и все Да Дальше он готов продавать Еду Знаете что меня вообще Интересует Меня интересует На будущее Это 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 ты Зараза Никто не продает Скот Нам нужна Корова На бронь Оружие Боже Он это пока Ничего не готов продавать Ну-ка Первый Хреново К нам два Два человека Только приехало Думал побольше Подтянуться Но к сожалению Видите Не срослось Нет У них что-то Ассортимент не хочет Идти пока в нашу сторону Они готовы нам сбывать А вот То что мы хотим им продать К сожалению Увы Этого нет Значит здесь у нас есть Готово мы продаем Значит Отдаем все 20 штук Мы получаем 260 монет Продать предмет У нас находится теперь Сумма золота На базаре 260 монет Мы можем этими деньгами Работать То есть мы их можем продавать Но Но Я наверное Е Чтобы у нас здесь Особо не было Больших скоплений Тем более мы уже Поняли что происходит Нападение И если они тут С этой стороны У нас здесь территория Абсолютно голая Без защиты Боюсь что мы можем Похирить эти деньги Так что Давайте-ка наверное Так вот здесь мы еще Продаем тоже На 200 монет Сколько у нас 500 монет Да сразу стало Давайте хотя бы Сделаем перемещение Золота Половину Отправим на На общее хранение На склад Да Потом мы с вами Где у нас это было Хранилище По-моему Да Сокровищница Надежное хранилище Для золота Требуется Ну действительно требуется Железная слитка То есть уже переплавленное Готовое железо Так мы сможем Вас взять И как раз Ки золота будет под защитой А пока Ну оно у нас будет храниться Ну вот наша маленькая кучка 280 монет Кстати обратите внимание У нас как раз Наверху указано 282 монеты И Те деньги которые остались Вот здесь Они не суммируются То есть если мы их с вами Будем перекидывать Тогда да Тогда разговор уже Понятен То есть получается Они суммируются А вот в таком формате Когда они находятся На складе Именно базара Это у нас Никак уже не объединяется У нас еще здесь осталось Две штуки Давайте тоже их продаем Он как раз Через 30 дней уже уходит Ну и все Больше мы теперь Тут ничего не продадим К сожалению Эти трейдеры нам Оказались бесполезны Абсолютно Ни дерева Никто не готов покупать Ни дрова Ни глину Кстати глину Да У нас она производится И мы ее мало пока Что-то конвертируем Во что-то другое Но это вопрос Опять же таки времени Все Значит торгаши У нас сейчас с вами Будут потихонечку От что-то сваливать Там 20-25-30 дней Осталось у них Золото мы получили Для небольшого баланса Чтобы можно было построить Что? Правильно Нашу с вами Школу Во И мы ее с вами Сюда как раз таки И возведем Но это уже будет Наверное в следующей серии На этом моменте Я наверное с вами попрощаюсь Вот так потихонечку Развиваемся Все у нас есть Как раз таки поля К следующему сезону У нас должны будут подойти Ну и будем дальше Увеличивать все объемы По производствам На самом деле Я смотрю на это Наше поселение На этот хомленд Переводится кстати Родная земля Она действительно уже Стала родная Все эти жители Все эти люди Все эти дома Все эти постройки Настолько Лично для меня Это все гармонично Понятно что Перфекционизм Дело конечно такое Сугубо личное Для одних одно Идеально ровно И красиво Для других другое Но для меня Вот прямо дико заходит Кстати по поводу людей Значит видел Многие писали Типа Серега Можно ли здесь Менять им имена Да им можно Здесь менять имена Но Я этого делать не буду Причина простая У нас здесь люди погибают А я не хочу Чтобы мои подписчики гибли Но это к тому Что если мы с вами Будем загружать На наш с вами Любимый интерактив По смене имен И заносу Ваших ников Ваших имен В данную игру Все На этом я с вами Прощаюсь Увидимся уже В продолжении В следующих сериях Такая плотненькая Насыщенная Получилось Много чего переделали Много чего поставили Много чего увидели Хотя казалось бы Не такие сверхогромные объемы Но для города Это уже достаточно Все существенно И тем более Как я сказал ранее Никуда торопиться Все Люблю вас Всех обнял-поднял Аж до хруста Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok